Привет, ребята! Сегодня я удивился сам и, наверное, смогу удивить вас. Как думаете, можно ли с помощью проволоки и спички зажечь 4 зеленых светодиода? Конечно же, с помощью преобразователя, но основным элементом питания будут 2 скрученные проволочки. Как думаете, можно такое сделать или нет? Наверняка, сведущие уже сказали, да, сегодня пойдет рассказ о термопаре. Но не просто рассказ, а показ. Давайте я сейчас зажгу спичку и посмотрим, сможет ли спичка зажечь 4 зеленых светодиода. Я думаю, свечение характерное, видное и хорошее. Не меньше, чем у самого настоящего элемента пельтье, подогреваемого свечой. Ну а теперь, наверное, давайте подробнее или еще раз повторим. Эффект настолько интересный, что мне хочется повторить его еще раз. Извините за затягивание времени, но давайте еще раз это сделаем. Смотрите, 4 зеленых светодиода и проволочная батарейка, самодельный элемент пельтье, зажигает 4 зеленых светодиода. По-моему, прекрасно работает система. А теперь я покажу, насколько она простая. Конечно же, не обошлось без уникального генератора, сделанного по моему собственному рецепту. Но этот генератор уже хорошо и давно всем знаком. Это обычный полушающий преобразователь, всего лишь на одном, старом, военном, допотопном германиевом транзисторе. Деталей всего ничего. Сами видите. Транзистор, резистор, трансформатистор. Отложим его в сторону, потому как ничего удивительного, хотя нет, в нем много удивительного, и некоторые в него даже не верят. А давайте теперь к источнику питания поближе подойдем и посмотрим на него. Конечно, вот эти монстровые провода с крокодилами, да еще вот такие большие железные диски скрывают то, ну, наверное, батарейку скрывают с оптическим датчиком. Давайте уберу диски, они служат лишь радиатором. И покажу, от чего были запитаны 4 светодиода. Надеюсь, вам видно. Действительно, такую маленькую конструкцию очень трудно даже на экране разглядеть. Но это всего лишь связанные проволоки. Из чего связаны? Давайте покажу. У нас все по-честному, и мы все объясняем. Вот смотрите, есть вот такие проволочки, часть из которых сталь, медь, алюминий, нихром, вольфрама тут нет, я бы его не скрутил, он слишком тугоплавкий. И еще проволочка из старого военного резистора, я не знаю, что там внутри, но эта проволока наподобие нихрома. Она имеет свое сопротивление и хорошо годится для создания термопар. Создать термопару довольно-таки просто. Конечно же, качественную термопару лучше варить с помощью сварки на карандаше. Но можно просто вот так вот скрутить кончики проволочек, и у вас получится термопара. Кстати, давайте испытаем возможности такой термопары и сваренной с помощью карандаша. Я показывал, как варить металлы с помощью карандаша и трансформатора. И вот здесь, если внимательно присмотреться, вы увидите такие небольшие закругления на кончиках проволоки. Это и есть тот самый термопарный сплав, который получается... Ну, если хотите, ссылочку дам. Ну, вообще ничего интересного. К трансформатору подключаете карандаш, подключаете вот эти две проволочки, делаете искру, на кончике проволока оплавляется, и у вас получается термопара. Почему термопара называется термопара? Это многие забывают, и поэтому вот такого красивого эффекта, как я вам только что показал, могут не достичь. Все вот эти вот шарики должны быть парными. То есть, да, у вас при подсоединении к тестеру будет работать и вот такая скрутка. Она тоже вырабатывает некоторое количество электричества при нагревании. И это мы сейчас посмотрим. Но лучше, когда вот таких скруток будет две, я это тоже показывал, но еще раз уточню. Делаем две скрутки на проволочке. Одну из этих скруток, одну термопару охлаждаем, вторую термопару нагреваем. И тогда КПД, конечно же, повышается. Здесь у меня, ну, самые внимательные, я думаю, увидели, четыре вот этих шарика. Два из которых я упрятал вот сюда вот под диски. Диски имеют комнатную холодную температуру. Примерно у нас сейчас 18 градусов в хате. Вот, ну, а спичкой я достиг, конечно, более высоких температур. Точно не знаю, можно померить, но особо не интересно. Итак, давайте отодвинем в сторону наш охлаждающий радиатор. Уберем вот эту супер-пупер термопару, в которую, наверное, не поверят электрики и электронщики. А возьмем вот эту обыкновенную скрученную проволочку. Крокодилы понадобятся, иначе я не смогу. Крокодилы-бегемоты, идите сюда, на работу. Так, вот так, вот так, вот так. Это, значит, это измерялка для мегавольтов и килоомтов. Поехали, значит, вот подключаемся. Так как прибор китайский, цифровой, и мы вот по барабану, как бы я его не включал, был бы стрелочный, было бы мне хуже. То есть, надо было бы определять полярность, иначе стрелочка будет отклоняться не в ту сторону. Но куда отклоняются циферки и чиселки, вот абсолютно без разницы. Итак, что я сейчас сделаю? Давайте дадим крупный план или мелкий план, как там по-правильному. Короче, вот две проволоки. Одна из них не хром, вторая из них медяка. Причем не самая хорошая. Медь такого отвратного качества, которая сейчас в витых парах используется. Ну, для сетевых прокладок, для телекоммуникаций. Вот, вот такая. Там очень мало меди и очень много примесей. Из-за этого она не так хороша. Так, включаем наш приборное измерение максимальной, 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 максимально чувствительный диапазон. И вот давайте пальчиками я возьму и зажму. Вот, зажал пальчиками и вот что-то там циферки появились. Конечно, температура моих пальцев слишком мала, чтобы генерировать малоэлектричество. Мало того, я часто видел, когда показывают фейк. Давайте покажем фейк. Фейк с термопарой. Как делается фейк с термопарой? Берем, значит, вот эти вот электроды. Те, которые к щупу идут. Один отключаем от термопары. Пальчиками здесь захватываем, хватаемся щупа. И смотрите, какое напряжение бешеное получилось. Конечно, сейчас идет окисление нехрома и окисление вот этого контакта. И тут у меня напряжений, мама, не горюй. Но это фейк. Это фейк. Так, конечно, показывать красиво, четко, миллионы просмотров. Но, извините, влажа. Так, поехали. А вот теперь это термопара. Вот, кстати, заметили, что вот здесь минус появился. Минус появился, потому что второй контакт вот этой вот нехромовой проволочки подсоединен вот к этому щупу. И щуп я только что лапал пальцами, а он у нас как тот самый второй шарик. То есть, второй генерирующий контакт. Если мы подогреваем его, у нас отрицательное напряжение. А если подогреваем его, вот этот вот обратный, то у нас будет положительное напряжение. Поэтому, для того, чтобы максимальное КПД сделать, я использовал вот эти вот металлические диски и в качестве радиатора. То есть, вот эту часть я охлаждал, а вот эту подогревал спичкой. Ну, мы обойдемся без диска, по крайней мере сейчас. А просто возьмем и подогреем спичкой вот эту вот часть. Ну, вот они и побежали. Вот они. Те самые вольты, киловольты. Но, опять-таки, ребята, вот смотрите. Вы можете получить какое угодно напряжение на термопаре. Ну, хотя какое угодно очень трудно получить. Но тока будет мало. Давайте все-таки проверим ток. Потому что, поверьте мне, лучше получить источник тока, чем источник напряжения. Потому что именно из тока мы можем... Из тока, из тока, да, из тока, из тока. С помощью какого-нибудь повышающего преобразователя сделать высокое напряжение. Будут светиться светодиоды, будет заряжаться сотовый телефон или еще что-нибудь. Ну, что, поехали. Так, ток. Меряем ток. Максимальная чувствительность моего амперметра. Вот она, 2 мА. Ну, тут будут доли. Оставляем также вот один этот контакт. Здесь просто валяется при комнатной температуре. Второй контакт мы подогреваем. Подогреваем. Извиняюсь, что так дотошно, ребята. Ну, вот видите, да, ток. Это, конечно, всего лишь десятые доли миллиампера. Ну, мы все прекрасно знаем, что светодиоды потребители очень маленькие. Мало того, сейчас мы этот ток можем увеличить, охладив вот этот контакт. Давайте так сделаем. Это будет интересно. Так, сейчас я вот этот щуп вместе с проволочкой вот так вот выношу сюда, поближе к дискам. Ставлю на охлаждение. Даже вот так, наверное, между дисков зажму, чтобы охлаждалось хорошо. Вот чудесно. Теперь у нас одна часть проволоки охлаждается, и мы можем получить максимальные результаты. Для чего максимальные результаты? Ну, чтобы пользоваться этим электричеством. Не просто показывать на приборе, а зажигать хотя бы вот светодиодики. Моторчики можно запускать, кстати говоря. Ну что, поехали. Сейчас мы пытаемся получить максимальный ток. Итак, ребята, вот у нас максимальный ток. Чуть не хром уже плавится. Ну, это у нас доли миллиампера. Даже одного миллиампера нет. Но сами знаете, что светодиодик можно зажечь и миллиамперчиком. Это ничего страшного. А теперь давайте вернемся к нашим вольтам. К нашим вольтам, пока я не пережег проволоку. Быстренько-быстренько возвращаемся к вольтам и посмотрим, сколько там их. Это у нас 200 милливольт. Это милливольт, это не вольты. Не путайте их, конечно же. И подогреваем. Что у нас получится в такой вот схеме? Подогревать надо локально, не так, как я делаю. Ну вот, хорошо. Все пошло и все красиво. Чтобы вы могли понять, сколько это в вольтах, я вот так вот переключусь. Это у нас сотые доли вольта. И вот тут, конечно, поджидает такое удивление тех, кто соображает в электронике. Значит, чем это удивительно? Сейчас скажу, сейчас поясню. Начинаем рассказывать для детсада. Так, значит, то, что это генерирует, это понятно. Это просто. Этим меряют температуру, пользуются в датчиках. Но в датчиках трудно использовать, потому что ни один кремниевый диод или транзистор сотые доли вольта вам не воспримет. Ну, то есть надо делать операционный усилитель, либо как-то делать что-то по-сложному. Вот такая простая схема на одном германиевом транзисторе. А в классике мы знаем, что германиевые транзисторы работают у нас от напряжения 0,4 вольта, 0,2, десятых, ребята, десятых. Десятые это вот здесь. Мы получаем сотые. Вот тут и парадокс. Да, ребята, парадокс. То есть генератор на германиевом транзисторе работает от сотых долей вольта. Мы в этом убедились, то есть то, что он работает. И чтобы еще раз в глаз, как говорится, давайте снова соберем все то безобразие, которое я вам показывал в самом начале. Так, это довольно-таки забавно. Вот эти вот два контакта я помещаю между дисков. Они не успевают согреваться от спички, так что мне тут все хорошо. Единственное, что они там могут замыкать, ну это простительно. И надеюсь, я не перепутаю провода. Какой там черный у меня шел к черному. Специально так сделал цвета, чтобы вот самому не запутаться. Ну и красный к красному. Вот. И теперь наш супергенератор... Да, вот две термопары последовательно, они, конечно, удваивают напряжение. То есть у меня было примерно 0,03 вольта. Ну или там 0,02 вольта. Стало 0,04 вольта. То есть до десятых долей вольта мы не доходим. Ток, конечно, там будет примерно в 1 мА. И вот, значит, сотые доли вольта... Зараза, так не хочет остановиться. Сейчас, вот, все. Я сейчас что делаю? Я выставляю вот эти оба шарика. Вот эти оба шарика, вот эти два контакта. Чтобы можно было их спичкой, одним пламечком здесь подогревать. Ну вот, все в кадре. Все красиво. Токи показаны, напряжение показано. А теперь у меня раз и ничего не получится. Вот будет прикольно и обидно. Давайте, поехали. Подогреваем. Если я не перепутал полярность, то диоды будут светиться. И они светятся. И они светятся. То есть генератор на германиевом транзисторе работает... Давайте другую спичку возьму. Пальцы у меня не железные. Генератор на германиевом транзисторе работает от сотых долей вольта. Полезно это, бесполезно это. Не знаю, ребята. Но пока что я такого не видал. Ну все, хватит. Все показал. В общем, довольно интересный элемент пельтья получился. Да, он не мощный. Да, с помощью его не завести машину Тесла, не зарядить телефон. Но как интересный эффект, который демонстрирует возможности работы вот таких вот германиевых старых транзисторов. Это очень и очень забавно. А понравилось ли это вам, я узнаю из ваших комментариев. Пока, ребята.